Привет, друзья! Сегодня я удивлю вас в новом видео, а сейчас мы едем в Тарсис, а что будет потом? Смотрите, не переключайтесь. Так, друзья мои, почему я бежала? Потому что мы опаздывали на поезд, и вот сейчас мы уже едем. Не знаю, сколько мы потратим дороги, я все это об этом вам потом расскажу. А сейчас вот мы находимся в поезде. Видите, какое переполнение? Сегодня воскресенье, и даже нет сидячих мест. Вот мы стоим здесь. Другого выхода нет? С вами снова я, Светлана Атаня, и, как всегда, сегодня у меня для вас сюрприз. Друзья мои, 20 минут 25 мы были в дороге. Вот наш поезд. Посмотрите, пожалуйста. Простояли мы, потому что очень переполненный был. Через дорожный вокзал Тарсиса. Так, и вот мы вышли с территории вокзала, и сразу перед нами вот такой музей. Это турка написано внутри. Тарсус, я говорила и рассказывала вам, что он очень древний, является одной достопримечательностью Мерсина. И древний настолько здесь возродилось христианство. Друзья мои, мы находимся в парке, в культурном парке Тарсуса. Он не такой большой, но переполненный. И знаете, что мне нравится здесь, в Турции? Люди работают в течение недели, а на выходные они обязательно едут отдыхать на воздух, на природу. Устраивают пикники. И завтра начинается, поезд был переполненный от того, что люди отправлялись в Тарсус, в Адану, на какие-то развлекательные мероприятия. Завтра начинается большой мусульманский пост, и люди устраивают пиршество. А теперь немного о Тарсусе. Тарсус – это один из древнейших турецких городов, возраст которого насчитывает более 2000 лет. Он располагается на юге страны, провинции Мерсин. Город находится в 20 километрах от Средиземного побережья, но стоит на берегах судоходной реки Тарсус-Чай, в честь которой он и получил свое название. Севера город окружает Таврские горы, поросшие субтропической растительностью. Тарсус уже в течение многих веков остается одним из крупнейших торговых центров Южного региона. По количеству и разнообразию исторических памятников городу также нет равных, потому что он известен и как популярный курорт. На сегодняшний день население Тарсуса составляет 250 тысяч человек. А теперь немножко об истории Тарсуса. Точная дата возникновения Тарсуса историкам неизвестна, однако многие факты свидетельствуют о том, что первые поселения здесь появились еще во времена Неолита. Об основании самого города существует много легенд, одна из которых утверждает, что его создали путешественники из греческого Аргаса. Вторая легенда рассказывает о том, что Тарсус появился по вине Белерофана, который, пролетая над этими местами, упал с коня, повредив ногу и решил здесь заночевать. Расположенный на пересечении важных торговых путей, ведущих из Анатолии в Сирию и другие азиатские страны, город быстро приобрел статус важного экономического центра. Первыми властью над Тарсусом получили хеты, затем, спустя несколько веков, он перешел в руки ассирийцев. В 400 году до н.э. город завоевывают персы. Также есть документальные сведения о том, что в 333 году до н.э. здесь останавливался Александр Великий. В это время Тарсус подвергается значительному влиянию Греции, что проявляется в распространении на этих землях эллинистической культуры, языка, традиции. В I веке до н.э. город становится частью Римской империи. В период своего правления Юрий Цезарь переменовывает город Юлионополис. На это время приходится наибольший расцвет города. Именно к этой эпохе относятся строительство водопровода, стадиона, гимназии, терм. С развитием христианства город становится еще более известным. Ведь по преданию именно здесь родился святой Павел, что превратило Тарсус в одно из мест паломничества. В 637 году Тарсус был захвачен армией турков-османов во главе с Халидом и Валидом. В те времена город приобрел важное стратегическое значение, являясь фактически выходом в Средиземное море. Освободить Тарсус от турецкой испансии удалось только в 1832 году. Силами египетского правителя Ибрагима Паши. Однако в скором времени он вновь попадает во власть османов, получив независимость только в 1920 году, год провозглашения независимости Турции. Церковь святого Павла построена в период с XI по XII век, во времена завоевания полуострова Малая Азия крестоносцами. Расположенная в самом центре Тарсуса, родном городе апостола Павла, церковь во все века являлась центром паломничества христиан со всего мира. В 1943 году здание храма было конфисковано турецким правительством и передано в музей. В настоящее время церковь святого Павла отдана христианам и находится под охраной АОН. Во внутреннем дворе церкви располагается небольшой музей древней архитектуры. Снова я нашла тут даже музей. А Олеску кому с малыми? Ты, наверное, пришла даже завтра. Мы находимся в музее, античный музей. Сейчас зайдем внутрь и посмотрим, что там. Вот она, красота. Начну обзор сверху. Апостол Павел один из самых сильных проповедников христианства в первом веке нашей эры. Был родом из Тарса. Церковь святого Павла в Тарсусе была основана, как считается, в 1102 году. Однако достоверных подтверждений этому нет. Нынешний храм датируется второй половиной 19 века. Субтитры создавал DimaTorzok Голодец святого Павла. Друзья мои, что я вам показываю? Смотрите только на моем канале. Приключения, путешествия. Друзья мои, наблюдайте за моим каналом и за моими видео. Подписывайтесь на мой канал, и вы увидите самое интересное, что касается Турции. Базар Кыркашик. И, конечно же, какой мусульманский город без базара. В Тарсусе это тоже присутствует. Главным образом на улицах. Но эта торговля больше рассчитана на местных. Для утех-туристов выделено старинное здание Бейдестен-Гракыши. Благодаря своему расположению Тарсус всегда был важным торговым центром. Не утратил он этих функций. И во времена сельчаков и Османской империи, по приказу Ибрагимбея, в Туарсусе строится Бейдестен, крытый рынок. Но кроме самого базара, здесь была еще теологическая школа и кухня для бедных. Здание имеет два входа и 21 комнату. На крыше семь куполов. В 2004 году здание Кыркашик базара было отреставрировано. А в 2007 он открыл свои двери для покупателей. Что характерно, здесь торгуют не частные лавочники, а все подчинено муниципалитету. И выручка идет на социально-экономическое и культурное развитие Тарсуса. Ассортимент рассчитан на туристов. Ковры, национальная одежда, керамика, ювелирные украшения, сладости, магнитики и прочее. Не переключайся, дальше будет очень интересно. Мечеть Улу, Улуджами. Великая или главная мечеть была построена в 1579 году Ибрагим Днеем, сыном Перимехмед Паши. Со времен 1895 году к мечети добавились башни с часами, точнее ее переделали из одного из миноретов. Сама мечеть была построена на месте церкви, от которой была взята часть материала. Мечеть состоит из трех секций, включая внутренний двор с фонтан для омовений. А это старинный новый хамам. Он действующий. Мужчины могут воспользоваться хамамом с 5 утра до 11 вечера ежедневно, а женщины с чертога по воскресенье с 12 дня до 5 часов вечера. Хамам построен в 1785 году. Центральная секция с большим мраморным ложем находится под большим куполом. Центральная секция с большим мраморным ложем. А это мечеть Макам и Шериф. Мечеть Макам и Шериф была построена в 1857 году. Через 10 лет к ней добавили новое здание и миноре. Но знаменита мечеть Макам и Шериф в своей христианской реликвии. В той части, которая сейчас находится ниже уровня земли, находится одной из мест захоронения пророка Даниила. В общем, как и пещера из семи спящих, которых только в Турции не одна. Причем одна из них находится в окрестностях Тарсуса. Вот и могил пророка Даниила по миру как минимум три или четыре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень интересное место и интересная история. Рассказывать, что здесь хотели построить большой, огромный дом. Но когда они раскопали, то увидели здесь древний город, остатки древнего города Тарсуса. Античная улица Антик-Юлу. Античный Тарсус был раскопан недалеко от центра современного в 1993 году. Это Тарсус времен Римской империи. Сохранилась улица, фундаменты и колонны некоторых зданий. Всему этому около двух тысяч лет. Улица выложена темным базальтом. А какая вкусная вода в Тарсусе. Можно пить на каждом углу. В Мерсине я не пробовала так пить. Ой, хорошо. Кто приедет в Тарсус, обязательно должен попробовать шалган. Это такой напиток из редис, из редьки сделанный. Вот сейчас я тоже попробую. Ну что, за ваше здоровье? Шалган? Ой, такой вкусный, приятный, холодный. За шалганом надо попробовать такую морковку. А мне не совсем понравилось. Попробовала, самое главное. Продемонстрировала вам реакцию на морковку. Вот мы пришли к колодцу святого Павла. Тарсус-город, где родился святой Павел. Считается, что сохранился колодец и фундамент дома, в котором родился и жил Павел. Вода в колодце, по поверьям, целебная. Глубина колодца 38 метров. Святое место. Представляете, вода. Сейчас я напьюсь водички. Все, друзья, я очистилась от всех грехов своих и вас побрызгала святой водой. Дай Бог, чтобы сейчас наша жизнь у всех улучшилась. Мы были здоровыми, счастливыми, удачными в жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Друзья мои, а сейчас я пришла к воротам Клеопатры. По-турецки Клеопатра Капуси. В легенде рассказывают, что Клеопатра вошла в этот... Я ехала в город Тарсус именно через эти ворота, по стороне моря. Вот такая легенда. Вот сейчас я покажу вам все поближе. Сейчас мы едем в Шилале на водопад. Что это такое за водопад? Какой он? Очень интересный, красивый. И вот мы находимся внутри этого Шилале. Налево ресторан. А направо смотрите сами. Мне кажется, объяснять вам ничего не нужно. Какая здесь красота, какая прохлада. На улице такая жара. А здесь... Обалдеть так. Даже немножко холодновато. Сейчас мы с вами спустимся вниз. Посмотрим поближе на эту красоту. Вода какого цвета. Лазурная, какая-то аспиризовая. Смотрите, друзья мои. Шелк-бюзель. А здесь ресторанчики. Вокруг. На это только можно наблюдать. Потому что, не дай бог, оказаться там. В самой пучине этих событий. А вот ресторанчик. А кто-то устраивает пиквики. Не ждите от водопада в Тарусусе чего-то сногсшибательного. Водопадик небольшой, но место приятное. Особенно в жару. Много деревьев и тени, охлаждающие брызги. Водопад формируется за счет вод реки Берта, который берет начало в горах Тарус. А далеко впадает в Средиземное... Посмотрите на этих стримах. Вода такая холодная. И что они будут делать? Они решили покупаться. Я хочу показать вам такое красивое кафе. Музыка. 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 Приезжайте в Мюрсин, здесь есть места, которые заинтересуют и понравятся вам. Мы вас отвезем в Тарсус. Кому интересно, мне так понравилось этим заниматься, рассказывать вам о истории, о красоте Турции. Поэтому, друзья мои, приезжайте. Друзья мои, вот такой вот водопад человек. И на этом обзор по Тарсусу закончен. Надеюсь, посмотрев мое видео, главное понравится, то и одобрите его, поставите лайки и подпишитесь на мой канал. А сейчас мы немножко пообедаем. Смотрите меня и увидим, какая вкусня в Тарсусе. А такие лохманчу подают мне Тарсусу маме. Ох и устала я сегодня, столько обходила пешком по городу. Знаете, что мне понравилось в Тарсусе? Что все достопримечательности исторических находятся вблизи друг от друга. И можно обойти в течение трех часов все, но я не считаю те, которые находятся на крае. А сейчас мы немножко перекусим и затем продолжим наш путь. Надеюсь, вам понравилось мое видео и вы оцените его. Поставите плюсики, лайки и подпишитесь на мой канал. И ждите моих новых. Очень много чего задуманного есть. До свидания, мои хорошие. Спасибо за ваши просмотры. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok